Еще вчера они не могли выйти в интернет, а уже сегодня знают, как защитить свои сбережения от мошенников. Пенсионеров в Чувашии начали обучать грамоте, финансовой. Для людей преклонного возраста разработаны специальные курсы, на которых рассказывают и показывают IT-технологии, приводят их в библиотеках региона. Многие бабушки и дедушки не умеют пользоваться кредитными картами, оплачивают коммунальные услуги по старинке в почтовом отделении. О том, что такое мобильный банк, представления не имеют. Об этих, казалось бы, простых понятиях пенсионерам зачастую рассказывают их внуки. Теперь же людей серебряного возраста обучают финансовой грамотности не только родственники. Проводятся обучающие мероприятия в библиотеках, в комплексных центрах социального обслуживания и в центрах занятости. И в конце 2020 года был запущен цикл вебинаров по финансовому обучению самих работников библиотек. То есть мы предполагаем, что потом будет ретрансляция полученных знаний от данной категории уже к пользователям библиотек, к основной массе населения. Национальные библиотеки уже начали обучать пенсионеров. Пользоваться компьютером, выходить в интернет и создавать виртуальный почтовый ящик. После изучения основ им расскажут, как правильно защитить свои финансы от мошенников, куда лучше вкладывать сбережения и как планировать бюджет. На ближайшие три месяца выделены три основные темы, по которым будет проводиться работа, связанная с повышением финансовой грамотности. Прежде всего, это финансовая безопасность, защита от финансового мошенничества, методы распознавания финансовых пирамид и защита прав потребителей финансовых услуг. Мария Шубникова – сотрудник национальной библиотеки. Недавно прошла курсы по финансовому консультированию вместе со своими коллегами. Теперь они могут обучать финансовой грамотности других. Первый открытый урок по защите сбережений от злоумышленников пройдет в Национальной библиотеке уже 29 сентября, куда сможет прийти любой желающий. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.